Здравствуйте! На нашем телеканале время новостей. В студии работает Евгений Нифанов. Смотрите сейчас. На встречу паводку. Ситуация находится на моем личном контроле. Как мэр стимулирует уборку снега? Вопреки обещаниям. Получается, что правительство Московской области обмануло нас дважды. Почему чиновники отказались выслушать дольщиков? Назло мошенникам. Лучше не связываться, чтобы потом не получить проблемы. На чем обманывают потребителей? И анонс кинопремьер. Новости спорта. Центр города в эти часы по традиции выстроился в серию пробок. Снегопад и потепление сегодня заметно осложнили ситуацию на дорогах. Утром в Омске выпал снег. Городские магистрали покрыла грязная каша. В ГИБДД призвали водителей соблюдать дистанцию. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Соблюдайте в первую очередь скоростной режим, а также боковой интервал. Помните, что только соблюдая правила дорожного движения вы можете избежать ДТП. Днем движение на Красном пути парализовало вот это ДТП. Пробка длиною 2 километра растянулась от телецентра до Старозагородной рощи. Средняя скорость движения на этом отрезке составляла 5 километров в час. Сегодня утром метель только началась, а тяжелая техника уже разгребала сугробы в Старом Кировске. Ход работ туда приехала проконтролировать мэр Оксана Фадина. Все здорово? Да. Именно здесь, на перекрестке улиц 22 декабря и Ключевой, каждую весну можно наблюдать маленькую Венецию. Частный сектор, построенный в низине Старого Кировска, топит талыми водами. У нас очень большие подтопления каждый год, поэтому борьба со снегом идет с 2016 года. Чтобы резиновые сапоги точно не понадобились, улочку надо подготовить к теплу. Как вы с населением работаете? Потому что здесь работа городской техники важна, синхронизация с тем, как работы производят сами жители. Своя зона ответственности есть не только у муниципалитета, но и у горожан. Талоны на вывоз снега жителям частного сектора дают бесплатно. Прочистка ливневых канав, что вдоль домов, тоже задача собственников, объясняет председатель местного КТОСа. Необходимо прочистить ливневые стопы на своих домах. Эти уведомления раздаются по домам. Люди некоторые, конечно, активно работают в этом направлении. К слову, летом 2017-го по одной стороне улицы 22 декабря проложили новую ливневку. Она способствует оттоку талых вод, а своевременный вывоз снега снизит риск поводка. До 1 апреля мы должны всю работу по вывозу снега с мест подтопления выполнить. На сегодняшний день мы идем с удержением графика. На 5% 232 место подтопления уже вывезено. Может оказать существенное влияние изменение погодных условий, но, несмотря на выпадающие осадки, контроль идет ежедневный. Он осуществляется в том числе с выездом на места. И эта ситуация находится на моем личном контроле. На текущей и последующей неделе я продолжу свои выезды. Нынешняя зима показала, что оперативная работа дорожных служб возможна. Главное – правильно ставить задачи и проверять их решения. Анна Рыбина, Юрий Дорошенко, Антенна 7. С сегодняшнего дня в автобусах можно платить за проезд с телефона. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно просто скачать с Google Play приложение Sigma Digital. Зарегистрироваться и привязать к профилю свою банковскую карту. Здесь же студенты смогут ввести данные своего удостоверения и ездить за 19 рублей, а не за 22. Чтобы оплатить проезд, а мячам нужно просто отсканировать предоставленный кондуктором QR-код и подтвердить оплату. Пока сервис доступен только на операционной системе Android, но летом планируется запустить приложение и на iOS. Обманутых дольщиков и пайщиков в Омске может стать больше. Все потому, что принятые в этом году поправки в закон о строительстве позволяют намного легче признать дом недостроен, а людей обманутыми. Более того, в течение трех лет по указу президента самого понятия долевое или паевое строительство в стране быть не должно. Но как бы тем, кто уже вложил свои деньги и остался без финансов и без жилья. На местах в регионах ответов нет, как нет и соответствующих законов. Однако омичи предложили вариант решения проблемы и уже завтра представят его в Госдуме. Слово Денису Ионасу. Елена Ильина в этом зале представляет дольщиков микрорайона Врубелева. Ее дом начали строить еще в 2008-м, но пять лет спустя застройщик обанкротился. Без жилья остались 60 семей. Правительство области посодействовало и несколько домов ввели в эксплуатацию и заселили. Это официальная информация. По словам Елены, уже в мае этого года она может остаться на улице. Получается, что правительство Омской области обмануло нас дважды. Первый раз, когда сдали дом. Второй раз они подписали соглашение с Минстроем, с Омским районом, с ГУЖУНОДЗОРОМ о том, что все построенные обманутые граждане будут переведены в соседний дом. Им за это дали бесплатные коммуникации. Дом они построили, соглашения они не исполнили. Они выдали нам фиктивные акты. Люди, 8 семей у нас живут в этом доме, в том числе и я. Мы сделали ремонт и в апреле месяце мы переехали, а в июле мы узнали, что сменился собственник всего этого хозяйства. И он не собирается нам отдавать сейчас вот эти все квартиры. В мае месяце он планирует нас выселять. Помочь правительству региона решить проблемы обманутых людей пытаются общественным движением участников долевого и паевого строительства Омской области. Вместе с действующими строителями они разработали план, которым уже заинтересовались в Москве и завтра обсудят в Госдуме. Его суть в разработке специальной программы, по которой строители могли бы возводить социальные объекты, будь то школы, детские сады или дороги. Получая этот соцобъект, то есть заходя на этот соцобъект, соответственно, застройщики получают оплату за свою работу. Ну, допустим, берем 100-100 рублей, а 5-8, ну может быть где-то 10%, это опять же будет зависеть от технико-экономических показателей каждого дома, они направляют на достройку проблемных объектов. И сами достраивают? Да. К тому же тем застройщикам, которые вызовутся заниматься проблемными домами, предлагают снизить ставку по кредитованию, плюс льготное техническое подключение домов. В реализацию такого плана не верит представитель Общероссийского народного фронта Сергей Плотников. 10% от стоимости строительства, например, школы, не хватит на достройку дома. Я не верю в громкие имена Сидякина, Володина и так далее, пусть не обижаются. Я не верю в это. Я верю в решение правительства о выделении денег и средств на вот этот, 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 этот дом. Но я вам скажу следующее, уже 60 лет прожил на этом свете, что этого не будет. При нынешней ситуации в стране этого не будет. Получается, и вариант о выделении миллиардов на достройку домов тоже отметается. А проблемы омских дольщиков и пайщиков так и не решаются. Люди ждут завтрашнего заседания в Госдуме. Ведь его итогом может стать утверждение программы и определение первых домов, которые могут быть достроены по схеме, предложенная мечами. Собравшиеся сегодня здесь люди, не только спикеры, но и обманутые пайщики и дольщики, хотели бы услышать и мнение правительства Омской области и министерства строительства. Приглашения им разослали. Однако в зале, как мы убедились, никто из них не появился. Денис Онос, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Выборы президента в Омске пройдут под прицелом видеокамер высокого разрешения и металлодетекторов. Избирательные участки в городе оборудуют полностью, в районах частично. Закупили 695 рамок, а стоимость одной – 100 тысяч рублей. Таким образом, власти намерены обезопасить избирателей от террористических угроз. Все там дополнительные выходы уже заблокированы, закрыты. Значит, вот сейчас рамки эти поставили. Если поступает вот такой звонок, то есть специальная техника, которая анализирует, откуда поступил этот звонок. Проводится там специальное мероприятие спецслужбами, тут же моментально осмотр этого помещения. Если все в целостности, если никакие пломбы не нарушены, если металлодетектор отработал, и он в работоспособном состоянии, то может быть принято решение об отсутствии необходимости эвакуационных мероприятий. Одно нововведение касается жителей маленьких деревень с населением менее 50 человек. Таких в области – 203. Избирательных участков там нет, поэтому власти выделят транспорт для доставки избирателей к ближайшим участкам. Мобильные урны принесут только тем, кто не может покинуть дом по состоянию здоровья. Вот это немножко неожиданно для администрации оказалось, потому что тут вопрос бензина дополнительного, это вопрос заработной платы водителей, выходной день и так далее. Но что делать? Вот такие вот требования законы. Амичей все чаще обманывают в интернете. Только за три месяца этого года с жалобой на мошенников в Роспотребнадзор обратились 13 человек. Все они заключили сделку купли-продажи в интернете. Но товар людям либо не дошел, либо пришел совсем другой предмет. Теме интернет-обманов в этом году посвятили Всемирный день защиты прав потребителей. Он отмечается сегодня. Можно ли защитить себя в интернете и на что стоит обращать внимание при заказе продукта? Ксения Бесарап узнала. Модная кофточка в интернете всего за 450 рублей. Приемлемая цена и только положительные отзывы на сайте убедили сделать заказ Ксению Малую. Деньги перевела, а вещь так и не получила. Я именно повелась на то, что там хорошие отзывы. Ну не может же быть такого, что вот так будет. Я как бы заказывала с разных сайтов. У меня как бы и папа заказывал тоже с интернета. Но никогда не обманывали. А тут такое как бы, ну не знаю, как-то так. Когда узнала, что лохотрон, еще обиднее стало. Ну да. Уже поняла, что деньги точно уже не вернутся. И обидно за тех людей, которые положили больше суммы. Этот случай попадает под административную ответственность. Сумма до тысячи рублей. Но, увы, не докажешь. На сайте нет обратной связи. Злата Маркина еще один обманутый потребитель. За любимые духи отправила на счет магазина 4 тысячи рублей. Флакон пришел, только вот с другой оберткой. И даже фирма не та. Пришла на почту, бежала такая счастливая, домой с посылкой, с этой упаковкой, прибегаю, открываю. А там совершенно другой бренд, другие духи. Китайская дешевая подделка. Обманы в интернете набирают оборот. В прошлом году в Роспотребнадзор пожаловались 52 человека. И это не предел. Начальник отдела защиты прав потребителей Ольга Якимова уверена, заказывать в интернете большой риск. Ведь доказать факт мошенничества бывает практически нереально. Вообще лучше даже делать скриншоты, что, скажем так, всю эту информацию зафиксировать на тот момент времени, когда потребитель и принимал условия, скажем так, продажи. Конечно же, должны быть наименования товара полные, их стоимость достоверная и полная. Однако более продвинутые мошенники успевают подчищать за собой. Либо изначально указывают ложные контактные данные. Отзывы лучше читать заранее. Если уже складывается впечатление, что, в общем-то, это стабильный, скажем так, интернет-магазин, то можно принимать решение осознанное. Если же чего-то не хватает или вы в интернете видите, ну, хотя бы несколько плохих отзывов, то я думаю, что лучше не связываться, чтобы потом не получить проблемы. Еще одна сложность – проверка продукта. Открыть посылку до оплаты на почте России в реальности нельзя. Когда по электронной коммерции люди приходят получать какие-то посылки, то почта не дает им возможности вскрытия этих посылок до того, как она будет оплачена. Вот здесь имеет место нарушения. Потребитель имеет право осмотреть товар до того, как его оплатит. В целом закон о защите прав потребителя не может полностью защитить тех, кто покупает онлайн. Ведь человек выбирает товар по наитию и по картинке. Все это усложняется большим количеством фейков, либо посредников. Деятельность так называемых онлайн-агрегаторов пока что вообще не регулируется законом. В марте прошлого года ситуацию пытались изменить. В Госдуму поступил проект о внесении изменений в закон о защите прав потребителей. Поправки затронут 26-ю статью о дистанционном способе продажи. Эксперты считают, что проект вряд ли произведет революцию в онлайн-торговле. Однако, если его все-таки утвердят, бороться с кирпичами в посылках станет проще. Ксения Бесараб, Андрей Кузьмин, Максим Мартынов. Антенна 7. Виктор Назаров устроился на зарплату 385 тысяч рублей. Сегодня бывшего губернатора утвердили членом Совета Федерации о Томской области. За это проголосовали две трети депутатов законодательного собрания. Сенаторы обладают правом законодательной инициативы. Они вправе писать новые законы, делать поправки к старым и вносить их на рассмотрение в Госдуму. Вдобавок к хорошему окладу Назаров получит неприкосновенность, страховку, санаторно-курортное лечение и служебную квартиру. Вторым представителем Омской области в Совете Федерации является Елена Мизулина. В Омске проходит всероссийский фестиваль анимации. Мультфильмы из глины, бумаги, кукол и пластилина показывают сразу на нескольких площадках. Из обновленного Дома творчества в Старом Кировске передает Николай Евенко. Это не просто песочница, но настоящее искусство. Однако мастер-класс по рисованию на песке разогрев перед основным событием. Анатолий к фестивале мультфильмов уже готов. В свои шесть молодой человек просмотрел почти всю современную анимацию, а классику советских мультфильмов и вовсе выучил. Я песню знаю от советских мультфильмов, что Чунга-Чанга, что чудо-остров, чудо-остров, жизнь на нем легко и просто, ешь кокошу, ешь банана. Ура! Мы слетаем! Фестиваль анимации проводят в нескольких городах страны. Одновременно сотни взрослых и малышей становятся свидетелями премьер. Психологи говорят, что добрые истории с поучительным финалом необходимы для детского развития. С помощью сказок мы помогаем развивать фантазию детям. С помощью сказок мы помогаем детям избавляться от страхов, от тревожности, от того, что у них нет друзей, например. Наоборот, приобретать друзей этих. С помощью сказок мы помогаем родителям лучше понимать друг друга. Идею фестиваля анимации придумали в городе Суздаль. В Омском Доме кино эту задумку решили поддержать. Работы покажут сразу на нескольких площадках города. Авторов из Омска пока нет, зато зрители поучаствовать смогут. Их голоса учтут при награждении. Фестивали уже очень популяренны. И на работы представляют лучшие режиссеры, лучшие сценаристы со всех регионов нашей Российской Федерации. Но возможность уникальна еще в том, что дети сами являются членами жюри. Существует такое понятие, как зрительская симпатия. И мы им раздаем откидки, где они должны просмотреть фильмы на всех площадках и надорвать полюбившися им фильмы. Фестиваль мультипликаций завершится 17 марта. Николай Евенко, Юрий Дорошенко. Антенна 7. Ну а что на больших экранах? А там обновленная Лара Крофт готовится ко встрече с российскими зрителями. Это перезапуск известного приключенческого боевика с новой главной героиней. Вжилась ли она в роль, расскажет Денис Ионос. Как вас зовут? Лара. Фамилия? Крофт. Это имя уже известно во всем мире, но с этого дня и фильма оно больше не будет ассоциироваться с Анжелиной Джоли. Новая Лара Крофт актриса Алисия Викандер. Ее героиня – весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал и едва она стала подростком. Я знаю, куда отправился отец. В самый центр моря дьявола. Нас ждет приключение. Смерть не приключение. Настроенная пробиться сама, Лара отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца. Также она отвергает мысль о том, что он действительно пропал. Лара уже и сама не понимает, что заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственной смерти. Закрой гробницу раз и навсегда. Судьба человечества теперь в твоих руках. Сюжет фильма, как и несколько лет назад, основан на компьютерной игре. Алисия Викандер, когда ей предложили сыграть роль Крофт, сообщила всем, что в детстве была ярой фанаткой. Денис Уолас, Антенна 7. Через 50 секунд наш выпуск продолжит новости спорта. Росювелирторг. 18 лет. Решай сам, скидка или подарок. Росювелирторг. Неприлично выгодно. На моих шикарных ножках не застегнуть высокие сапоги. Есть решение. Обувь осколения. Застегнулись. Приходите. Новая коллекция на Карла Маркса 69. И в новом магазине. Континент 2. Бутик 147А. Ярмарка меда и пчелопродуктов из разных регионов России. Мед от 250 рублей за 1 килограмм. С 27 февраля по 31 марта. В ДК Бараново и в ДК Малунцево. Ликвидация верхней одежды. Финальные скидки на уходящие сезоны до 70%. Прямо сейчас. В магазинах торгового центра Континент. Итак, о спорте. Авангард завершил сезон. Клуб сыграл решающий седьмой матч в серии с Салаватом Юлаевым в Уфе. Авангард повел в первом периоде, но Салават отыгрался во втором. В третьем хозяева вышли вперед. Но гости в большинстве броском Максима Чудинова счет сравняли 2-2. А в овертайме удача была на стороне Салавата Юлаева. На 73-й минуте Максим Гончаров броском со средней дистанции принес победу Уфимской. Команде. Авангард уступил 2-3. Играли две равные команды. Я думаю, серия удалась. Я думаю, это лучшая серия в первом раунде, которая была в КХЛ. Поэтому, к сожалению, должна была пройти одна команда. И эта команда была Салават Юлаев. Но это бесценный опыт нашим молодым ребятам, которые играли седьмой матч. Некоторые не играли вообще в плей-оффе. Поэтому, я думаю, это бесценного для наших ребят. Омские велосипедисты выиграли главные награды третьего этапа всероссийских соревнований «Сибирские звезды». На арене велотрека состязались спортсмены из нескольких регионов. В дисциплине «Кейрин» победил лидер нашей команды, серебряный призер чемпионата России Евгений Калмыков. За финальными заездами групповой гонки по очкам следил Владимир Истамин. 52-54 км в час по темпу и 56 на промежутачных финишах. Отличные скорости на старте сезона. Наши ведущие спортсмены хорошо поработали на зимних сборах и соревнованиях в Адлере, Омске, Санкт-Петербурге. В гонке мужчин на 100 кругов за золото бились три омича. Виктор Подойников, Никита Киржакин и Николай Денисов. В тактике спортсмены блестяще пользовались перестроениями. Важнейшая тема групповой гонки – это умелое занятие позиций за спиной сильного соперника и своевременный рывок. Подойников и Киржакин соперничали ярко и на равных. В решающем ускорении опыт Подойникова, как финишера, оказался чуть выше. Спортсмен выиграл золотую медаль. Сбор в Адлере перед Санкт-Петербургом. Потом проехали гонки в Санкт-Петербурге. Более-менее хорошо проехали. Теперь готовимся к Кубку России и форма постепенно идет вверх. Захватывающая битва юниоров. В споре гонщиков 15-16 лет сразились омичи Павел Чекмарев и Владислав Боголюбов. Оба спортсмена быстро прибавляют в мастерстве. У Чекмарева больше задора. В середине 80-круговой гонки Павел проявил характер, ускорился, ушел в отрыв. Держал лидерство 20 кругов. Был хороший настрой. Отъезжал в два раза от пачки. Один раз в команде, один раз один. Доволен полностью своим результатом. Последний финиш, когда уехал в одного, забрал все очки. Получается, в гонке тоже хороший результат показал. Рывок против ветра – риск. Ближе к финишу Чекмарев перешел на средний темп. Боголюбов начал догонять. Владислав ровно, стабильно двигался по дистанции, выиграл в динамике. Мощно в силовом стиле прибавил на финише и победил. Гонка была очень тяжелая. Я очень устал, ехал на соплях. Когда Чекмарев уехал, я прям открыл второе дыхание, догнал его. Ну и потом уже вышел на финиш и выиграл гонку. В споре девушек отличилась амичка Дарья Браун. Спортсменка – лидер на старте сезона. Соперницы из разных регионов применяли специальную тактику, атаковали, выходили вперед. Дарья отлично справилась со всеми вызовами. Вовремя рванула на финише. Уверенно выиграла золотую медаль соревнования. Изюминка этой гонки была в том, что было пять финишей. И на все эти финиша нужно было использовать разные тактики. Соперники перед каждым финишем по-разному поджимали. Но нужно было проявлять инициативу и выходить вперед. Четыре золотых медали юных омских гонщиков. Состязание спортсменов 13 и 14 лет – отличная соревновательная площадка и для спортсменов, и для их наставников. По словам главного тренера нашей команды Сергея Старченкова, юные омичи достойно выступили в турнире. В нашей команде есть талантливые спортсмены, с которыми нужно работать. Они себя проверяют в плане подготовки, как они готовятся в правом пути и двигаются. И смотрят, какие спортсмены в регионах прогрессируют. В этом плане мы все равно остаемся в плюсе. В плане того, что мы можем подготовиться на треки. И люди приезжают из других регионов, не имея такого сооружения, как бы все равно неплохо выступают. Но наши спортсмены как бы выигрывают, и это большой плюс. Четвертый и заключительный этап первенства Сибирского федерального округа состоится в октябре. А следующий старт у наших спортсменов 26 марта. В нашем регионе пройдет первый этап Кубка России по велоспорту на треке. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Таковы новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин